Диаспора Диаспора Диаспор Анклавы армян. Это Краснодар, Ростов, Сочи, Адлер, юг России, большинство с вами. Также мы представлены Калуге, Питере, Москве. Только в таких крупных местах. Где-то у нас уже есть 20 площадок, 20 городов, где мы показываем. На сегодняшний день у нас почти во всех городах аншлаги. Москва включительно. Продвижение комедийной картины продвигается несколько по-другому. Я скорее скажу, особенность продвижения нишевой картины с четкой целевой аудиторией армянами. То есть здесь мы понимали, что целевая аудитория – это армяне. Потому что здесь достаточно известные армянские актеры. Кино на 80% на армянском языке. Ну что как, мы его продвигали следующим образом. Поняв те 20 городов, в которых это может быть интересно, мы распечатали огромное количество материалов. В этих кинотеатрах разместили их, это, так сказать, BTL. Потом мы разместили телевизионную рекламу на армянском и национальном канале. Там мы разместили рекламное насыщение. На сегодняшний день я могу сказать, что, по всякому случаю, у меня достаточно большое количество армянских родственников. Все они знают об этом фильме благодаря именно этой рекламе. Вот как-то так мы продвинули. Он, по сути, стал всем известен. Ну а финансовый результат вы узнаете где-то через пару недель. Я думаю, так сейчас еще рано говорить. Потому что мы все же берем, так как на данный момент в кинотеатрах фильм «Сумерки». Кстати, в «Сумерках» снималась наша главная героиня. Она играла хоть эпизодическую, но яркую роль. Ажура Сарафиан. И «Сумерки» хранитель снова очень тяжелый период. Поэтому, конечно, вписаться туда очень сложно. Но мы вписались там одним сеансом в день. И, по сути, нам достаточно, чтобы собирать полный зал. Не хуже «Сумерков», скажем так. Мне кажется, «Сумерки» течения нет больше. Не будем строить иллюзии. Их привлекают, скорее всего, только деньги. И, вероятно, все, как исходить с данного проекта, дружеские отношения. Потому что данный режиссер этого фильма, вы, наверное, наблюдали. Уже началась рекламная кампания «Билет на Вегас». Это тот же самый режиссер нашего фильма. Снял «Билет на Вегас», который должен был выйти 27 декабря. Теперь его перенесили на 25 января. Вот и все. С точки зрения зарубежных актеров. Вот такая позиция. А армянские актеры, им, конечно, просто приятно быть узнаваемы на своей родине, с которой они уехали. Потому что даже Анжела Сарафиана живет в Америке. Я вам гарантирую, что вы получите огромное приятное удовольствие от просмотра этого фильма, независимо от национальной принадлежности. Потому что фильм очень смешной, легкий и интересный. И он по-своему привлекательный. Поэтому я желаю всем посмотреть его. Смотрите «Бибридное приключение американца в Армении» с 22 ноября в кинотеатрах страны. Смотрите «Бибридное приключение американца в Армении»